Всем привет! С Вами снова Валерий Валки. Вот рассмотрим работу, как в народе говорят, механизм ВРШ, то есть винтрегулируемая шага. Значит, в этой конструкции намного упрощенная и легче в изготовлении, и более надежна, чем та, что я описывал в предыдущем ролике. Значит, что собой это все представляет? Ну, рассмотрим на примере одного стакана, ну, одной лопасти, скажем так. Вот стакан, варенный в ротор, это все здесь ротор, соцельные вот это магниты, это я их обмотал скотчем, чтобы туда всякие железки пока не прилипали. Значит, вот варены три стакана, и, значит, вот один стакан. Стакан. Была выточена, ну, вот такая шпилька, закрученная в стакан. Далее, было изготовлено вот такой вот, с дюйм четвертью трубы. Обычная труба была, булгаркой прорезанной, вот эти направляющие пазы. Здесь вам достаточно одной такой половинки. Это я просто вот для себя решил попробовать в ветрях сделать, чтобы он работал и за масштой, и по ветру. Ну, скажем так, то есть с хвостом и без хвоста, скажем так, проще. Поэтому у меня вот здесь две прорези, вот эти. Так, значит, что собой это чудо представляет? То есть обычная труба, вот я еще раз показываю, да, прорези под скосом. Ну, скос, скажем, от 45 до 60 градусов. То есть тут как бы это особо не критично, чем, скажем, угол наклона больше, тем плавнее это будет выезжать. Чем угол наклона плавнее, значит, лопасть будет сильнее поворачиваться. Так, значит, здесь вот такая вот шайба выточенная. К ней приварено, тоже вот было выточено из гранки. С одной стороны резьба, вот здесь. С другой стороны высветлено. То есть болтом, если вставить сюда вал, болтом это все можно зажать. Там где-то я в 3D-модели это все описывал и рассказывал. То есть, как бы, вроде более подробно можно там нагляднее посмотреть. Ну, а в изделии оно выглядит вот так. Вот это оно все еще не покрашено. Это все еще будет доводиться, как бы, под готовое красивое изделие. Ну, пока вот как есть. Значит, что мы делаем? Вот шпилька наша вкручена. Вот я его так вот ставлю. Вот это чудо. Так, ну, одной рукой как бы не совсем удобно. Ну, попробуем. Так вот она стоит. И сюда вот вставляем такой вал. Значит, вал, ну, обычный вал. Снизу будет резьба. То есть, она есть здесь резьба. Здесь вот, то есть, как видим, скажем, отпрофразирована одна сторона. Сюда там резьба нарезана. Сюда будет приварена еще шинка. И дальше, далее к шинке будет крепиться алюминиевая лопасть. Это как бы эконом-вариант. То есть, не будет здесь пластиковых. Обычная алюминиевая шинка. И, значит, это все чудо мы вставляем вот это вот в отверстие вот этого стакана. Вот. Все. Далее. Ну, скажем, представим, значит, воображение работает. Вот здесь будет шинка. Дальше вот здесь вот будет лопасть. И мы эту лопасть можем... Вот попустили болтик, да. Это все освободилось. И этот вал вращается, ну, вот на 360 градусов он вращается. Это вот видно по вот этой дырдочке, что она вращается там. То есть, вот здесь будет лопасть. Ее можно провернуть под нужный нам угол. Далее выставили лопасть. Зажали вот здесь болтик. Это все зафиксировалось. И что происходит? Внизу, ну, как и на предыдущей версии ВРШ, будет стоять, опять же, пружинка, которая входит аж туда в стакан. Опорный подшипник из Волги. И гаечкой это все закручивается. Когда это все зажмется болтом, это все будет как одно целое. И вот когда, значит, при вращении винт, масса винта возрастает, и за счет центробездной силы винт будет выходить на больший радиус. Ну, поскольку у нас есть косый паз, во время выхождения он еще будет и проворачиваться. Вот, смотрим, что происходит. Ну, вот такое вот будет с этой лопастью происходить. То есть, чем больше обороты, тем больше она будет выезжать и тем самым менять угол. Соответственно, будут регулироваться обороты. Лопасти, все три лопасти, они не синхронизированы. На вот таких небольших ведряках, ну, это как бы, и ничего страшного там нет. Я, например, это все уже проверил. Я не видел, чтобы там трясло мачту или что-то там еще страшное такое было. Значит, выставляем более-менее одинаковые усилия вот здесь на пружинах. Вот здесь вот три пружинки будет. И вполне приемлемо вот это устройство работает. То есть, как бы, минимум, скажем, таких вот затрат и довольно работоспособная конструкция. То есть, уже упрощенное все это до минимума. Тем более, вам не нужно изготавливать еще одну такую половинку. Это у вас будет только вот такая одна половинка. Вот так, и все. Это я уже делал вторую, как бы, для себя, для экспериментов. Вот такое вот у вас должно получиться. Так. Ну, на этом пока все. Всем удачи. С вами был Валерий Валки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok